Благословите Ваше святейшество. Мария Писаренко, я родом из Донецкой области, учусь в Московском православном институте на кафедре журналистики. Ваше святейшество, Ваша фотография с пингвинами, которую сделали во время Вашего визита в Антарктиду, безо всякой раскрутки стала одной из самых популярных в социальных сетях, особенно среди молодежи. Скажите, не планируете ли Вы что-то подобное, неординарное, интересное нам молодым? Спасибо. Вы знаете, я меньше всего, планируя свои поездки, свою работу, думаю о реакции на фотографии. Вот, причем это без всякой скромности говорю, это безложное, это действительно так, я просто об этом не думаю. Но более того, я иногда своих коллег, некоторых, вот здесь сейчас отец Александр Волков, вот он там сидит, я дергиваю и говорю, не надо это фотографировать. Ну зачем Вы это делаете? Они как специалисты меня убеждают, слушайте, вот на это-то и обратят внимание. Я говорю, Бог знает, кто обратит внимание, но не надо этого делать. Вот я шел вдоль Темза, да, и начали меня фотографировать. Я позвал отца Александра, говорю, ну что Вы делаете? Зачем это надо? Ну я иду в плаще, там, в скуфеечке, дождь льет, ну зачем это надо? Нет, это надо. Ну вот потом увидел, что газета почему-то именно эту фотографию ставит. Поэтому это помимо моей воли происходит. А что касается плана моей работы, то он, конечно, сверстывается, потому что много есть просьб, которые обращаются к Патриарху, посетить те или иные места. Но я считаю, что пока есть силы, нужно посещать те места, где мало шансов людям когда-нибудь встретиться с Патриархом. Я убедился, насколько это важно. И вот что касается Антарктиды, это же ведь не просто туризм был. А когда мы оказались в Латинской Америке, и я вспомнил обо всех этих приглашениях, которые мне из Антарктиды присылали полярники, то почему бы не полететь? И полетели, и по милости Божьей встретились с людьми, с замечательной международной группой. Я, выступая перед ними, сказал, вы знаете, у вас здесь что-то такое, что напоминает царство Божие, рай. Конфликтов межнациональных нету, политических нету, конфликтов с природой нету, конфликтов с животным миром тоже нету. Никаких военных действий, военных приготовлений, ничего нет. Вы просто мирно живете и занимаетесь своим делом. Я был очень рад встретиться с этими людьми. Ну и надеюсь, и для них какая-то это была духовная поддержка. Поэтому это не просто туризм, не развлечение. На туризм, к сожалению, не хватает времени. А когда удается соединить свои путешествия по программе с посещением вот каких-то таких мест, то, конечно, двойное получаешь удовлетворение и от трудов, и от созерцания как красот природы или зверей. Я очень люблю животный мир и природу люблю. Так что для меня это всегда вдвойне приятно.